Думаю, вопросов будет много. Поэтому можно уже продолжать нашу встречу. Вы можете задавать свои вопросы устно. Наши студенты, наши помощники будут к вам подходить с микрофонами. А можете передавать записки с интересующими вас вопросами. Так, вот у нас уже первый вопрос. О воспитании подростков. Дочь 14 лет ходит в храм, сын 16 лет не ходит. Как их организовать? Я только что был на одной встрече перед вами. Мы как раз только что об этом говорили. У меня такое чувство, что я вернулся в другую аудиторию. Но смотрите, там есть много вопросов. Я повторю просто то, что я всегда говорю об этом. Во-первых, для воспитания религиозного подростков, о которых вы говорите, желательно, чтобы была полная семья. И чтобы оба в ней человека, то есть мужчина и женщина, муж и жена, были верующими людьми. Потому что женщине Бог дал право командовать и управлять жизнью маленьких детей и других женщин. А младенцию мужеского пола женщина может руководствовать и командовать ими только до наступления полового созревания этих ребят. Как только они превращаются из пацанов в мальчишек, подростков, в отроков, юношей, будущих мужчин, они тут же начинают ерепениться и вырываться из-под власти матери, что совершенно естественно. Должна быть власть отца здесь. Она не заменяется властью матери. Мать не может заменить собой все. Религиозные предметы вообще усваиваются на 80%, если их преподает мужчина, и только на 5%, если их преподает женщина. Поэтому сюси-пуси можно рассказывать малышам, которые ходят в садик, женщине. Это как раз ее занятие. Потому что мужику стыдно сюси-пуськой с этими сопливыми ангелами. Женщине как раз и нужно с ними возюкаться и рассказывать им про то, как ангелы в небесах летают, про то, как Господь Бог любит человека. Все эти сладкие вещи, доступные детскому уму, они как раз влагаются в уста женщины. А как только начинается серьезное созревание личности, там нужен мужчина как учитель. Поэтому это вызов всем мужикам. Учить религии должен мужчина, а не женщина. Потому что женщина доходит до какого-то уровня и там останавливается. Даже если она очень святая, она все равно останавливается. В плане умения научить и прочее. Поэтому нужны мужчины. Если мужика рядом нет, а пацану 14 или 15, то вы не можете быть для него авторитетом. Для него авторитетом будет кто-то из телевизора, кто-то на улице. В это время он не захочет быть смиренным, кротким, послушным. Это будет ему против шерсти, он будет бунтовать против этого. Будет вырываться на улицу, чтобы быть маскулинным, таким самцом, таким, каким он видит своих героев на улице и в телевизоре. В это время мама ничего не значит. В это время значат мамины молитвы, но сама она в это время мало что значит. Сынок я прошу, сынок я умоляю, но гормон возьмут свое, и он убежит. Если мужик есть дома, он еще может сгладить эту ситуацию. И то не до конца. Поэтому здесь важная вещь. Это полные семьи и участие мужчины в воспитании детей. Потому что почему-то все тихо согласились, что воспитывать должны женщины. Что за ересь. Воспитывать должны мужчины вообще. Сначала женщину воспитать, потом она воспитает детей до их подрастающего возраста. А потом уже все остальное мужик опять сделает. Дети подрастут, они ему помогут. Если этого нету, а этого нету. Потому что все подорвано под корень, подрублено. Семьи неполные, мужики исчезли, бабы загибаются под грузом проблем. Дети вырываются на улицу, информация ядовитая, отравляется знание. И вот это все расползается в стороны, и вообще не знаем, что делать. Ну, когда мы не знаем, что делать, то стоит столько молиться Богу, чтобы он сделал то, что он знает, потому что он все знает. И все может. Но мы должны стремиться к полной семье. К полной семье, в которой 2-3 и более детей. В которых жена слушается мужа. И муж не устраняется в воспитании детей. И когда мы одно сюсю говорим, когда ребенку 5 лет, второе сюсю с добавлением серьезных ноток говорим, когда ему 9 лет, потом уже сюсю в сторону, там уже серьезные вещи, говорим ему там в 12 лет, а потом совсем серьезные вещи начинаются в 14 лет, и он уже работать скоро должен. На самом деле. Он работать должен не в 28 лет, когда он 2 института закончил. А работать нужно как можно раньше, чтобы он чувствовал вкус хлеба и ответственность свою. И прочее, прочее, он уже должен быть ответственным человеком лет с 15-ти, с 14-ти. Но это без отца не получится. Поэтому главное здесь, чтобы была полная христианская семья. Даже не христианская, просто полная семья, Господи помилуй. Уже требования до минимума нужно сводить. Понимаете? А иначе это все разговоры, разговоры, это все бесполезно. Поэтому женщина учила, пока могла, пока поперек лавки лежал. А теперь он уже вдоль лавки лежит, там с лавки встал и пошел куда хотел. Все, успокойся, власть твоя кончилась. Власть женщин очень короткая, как ее красота. Отцвело, отплясало, до свидания. Теперь только молись Богу и все, больше ничего не значит. Вот такая печальная история. А что вы хотели, думали? Думали, что вы будете править миром, что ли? Не будете вы править миром? Все испоганили, как бы мы с вами тоже все испоганили. При нашем участии все испоганили. Но испоганили все не... Мы еще не родились, а уже все было испоганили. Поэтому успокойтесь. Мы не главные виноваты. И мы ничего не исправим. Мы пытаемся спастись. В том числе спасти свою душу, детей своих и так далее. Но плясать нужно от простых вещей. Мужик должен быть дома. И жена должна его слушаться. И он должен быть верующий. Все, если это три простых вещи есть, все остальное можно выстроить. А если нет, то пишите про Павла. Плачьте и кайтесь. Молись и кайся. Знаете, малыши Карлсон так называют. Молись и кайся. Должен ли любой православный человек в испытаниях ориентироваться на поведение святых в аналогичных ситуациях? Или это будет карикатура? Конечно, можно в карикатуру все превратить. Но модель поведения должна все-таки ориентироваться на святые образцы. Что бы сделал? Ты за кого будешь на собрании рабочего коллектива? Сейчас будем песочить, например, Сидорова. Ты будешь за или против? Недурно было бы спросить, а Христос был бы за или против Сидорова? Можно же так спросить? Вот так, теоретически так. Вот сейчас Сидорова будем песочить за опоздание на работу регулярной. Что бы сказал Христос? Может быть, это не такой уж там рабочий момент. Может быть, мы не поймем, что бы он сказал. Может, мы ошибемся. Но подумать об этом стоит. А что бы он сказал, интересно? Доставьте в покое этого Сидорова, сами на себя посмотрите. Например. И сказать, гоните этого паршивого козла, он вам весь огород портит. Может быть, и так. Христос вообще может все, что хочет сказать. Он вообще, у него столько возможностей. Он совершенно свободен. И всегда прав. Но подумать стоит об этом. И на святых можно ориентироваться. Но нужно выбрать того святого, которого вы любите. И подражать ему в меру сил не в критических ситуациях только, а в быту сначала. Подражать святым нужно. Есть же такой закон. Подражайте мне, как я Христу. Павел же сказал такое. Подражайте мне. Закон подражания, это один из законов поведения. Когда ребенок начинает курить. Он ведь начинает курить не потому, что он хочет надышаться табачного дыма. Он подражает кому-то на улице или в телевизоре. Кто как-то достает сигарету, как-то ее прикурит, как-то ее отбрасывает щелчком пальца. Как-то ведет себя, говоря, при затягивании дыма. Это подражание. Люди грешат все из подражания. Все первые грехи жизни совершены нам из подражания. Когда старшие пацаны сказали, а мы уже вот это делали, а ты делал. Ты же делал, хотя еще не делал. Но стыдно признаться, что ты еще такой маленький. И ты спешишь это сделать, потому что я тоже делал. А что, вспомните свою дурацкую юность? Как вы грешили? В детстве, юности, подростковом возрасте. Да и взрослом возрасте. За что жены мужей пилят? Почему у соседа, например, там забор покрашен, там машина новая. У нас забор покосился, машина не ездит. И жена, почему там, почему там? Подража, потому что вот ока видит, зуб не имет, вот тебе и все. Мы вообще живем подражая. А мода что такое? Не подражание? Какая-то, понимаешь, эта самая вешалка, какая-то прошлась с тряпками навешанными. Прошлась там вот так вот где-то, как бы. И все побежали по магазинам, как бы. Купить на себя тоже, хотя все не очень на нее похожи, как бы. Но подражают все. Мода на чем здесь? На подражании. Подражание это вообще фундамент поведения. Вот заведется какой-нибудь креативный паршивец, например, в школе, и вся малышня будет ему подражать. Он будет, например, хамить на уроках. И все будут хамить вслед за ним, хором, в подражании ему. Хотя они щеглы, они щелбана боятся. Но зато он у них там, понимаешь, командир, и он никого не боится. И пока ты его не вырвешь из среды, как написано, извергните развращенного и среды вашей. То есть пока ты его не вырвешь, как бы, все будут подражать ему. Уже он будет герой местный. И все будут вести себя, как он. Подражание? А что еще нет? А когда, я помню свои годы, молодые, юные, совсем детские, там, полудетские, полуюные, когда появились на экранах, появился Брюс Ли, появился такой кунг-фу фильм. Я помню, как все подвалы и чердаки заполнились в течение нескольких лет тайными подпольными секциями карате и кунг-фу. Откуда? Через кино. Всем вдруг захотелось. Майки с Брюсом Ли, постеры с Брюсом Ли, и тренировки, значит, все ха-ху-бам-бум, там, все ноги задирают, там, все кругом дерутся, там, изображая себя. Что это такое? Это пару фильмов по телевизору, которых у нас даже не показывали. Тайными кассетами переправляли кто-то куда-то, там, тайком смотрели, и все, вот тебе и все. И потом уже сто тысяч человек, полмиллиона человек, в течение нескольких лет занимаются только этим. Что это такое? Подражание. Люди подражают всегда. Только вопрос, кому подражать надо. То есть вы и так будете подражать кому-то. Плохая хозяйка, которая хочет быть хорошей хозяйкой, будет подражать хорошей хозяйке. Смотрит, у нее чистенько, аккуратненько, все сварено, муж доволен, дети сыты, значит, одеты, и все, все. Занавески свежие, значит, на подоконнике фикус не завял, как бы, в доме пирогами пахнет, как бы, все. А у меня, как бы, все, как бы, такое. Такое. Ну, да. Окна грязные, дети в соплях, как бы, значит, такая сама как хивря. как бы, знаешь, муж голодный, и все сгорело на плите, значит, ну, слушай, учись, а кто будет, мужа потеряешь, разведешься, кто будет жить с такой, этой самой, кикиморой? И она начинает подражать, научи, подскажи, сделай как-то. Будет учиться у нее. Мы все учимся и подражаем, соответственно. Понимаете? В этом нет ничего плохого. Смотришь на хорошего человека, например, и, вот, если вы знаете, что у кого-то дети хорошо воспитаны, подружитесь с ним, постарайтесь иногда быть у них в семье, посмотрите, как они общаются с детьми, о чем говорят, как дети с ними общаются. Ну, как бы, думаешь, ну, как это у них, вот, да? То есть надо учиться у тех, кто имеет то, чего у вас нету. Вот нет у вас там, ну, чего-то там нет у вас, например, ума. Хотя в этом меньше всего люди признаются. Больше всего соглашаются, что денег не хватает. А что ума нет, как бы, значит, то есть говорит, ума хватает, денег дайте, как бы, да? То есть, ну, допустим, человек признался, что у него ума нет, например. Ну, смотришь, вот, мне кажется, что это человек умный, как бы, ну, поди к нему и поучись у него. То есть надо подражать тем, у кого есть то, чего у вас нету. И это совершенно хорошо. Поэтому святым тоже можно подражать. Только если вы, например, отец четверых детей, вам нельзя подражать Семену Столбнику. Вам нужно избрать для подражания человека, который по образу жизни подобен вам. То есть, вот вы, например, там, скажем, почему мы говорим о святых, которые близки нам, например, вот, скажем, Серафим Саровский никогда не садился в самолет. Я не знаю, если бы самолет подогнали прямо вот к нему пустыньки, сказали бы, батюшка, давай полетим там, помолимся там в другом там городе нашей большой страны. Из Сарова, например, полетим там в Стольный Питер, например, и там отслужим службу. Я не знаю, вступил ли бы он на борт самолета, между прочим. Потому что даже в 19 веке, в 20, в начале 20 века многие православные сказали, что православный не может летать по воздуху. Некоторые говорили так. Понимаете? А нам нужны святые, которые летали в самолетах, по телефону говорили. Понимаете? Почему они нам близкие такие? Да потому что вот Матрона, например, уже трамваи бегают там, коммунисты носятся там, церкви сносят, понимаешь. Уже все перестраивают, жизнь по-новому, уже жизнь новая. Запах этой новой жизни до сих пор в ноздрях у нас. А вот тебе святая, вот здесь, не в Египте, а в России. И не в 4 веке, а в 20. Вот такие святые, почему 20 век нам важен? Потому что они такие, как мы. Понимаете? Вот что. И нам легче им подражать. Что я подражаю Антонию Великому. Здрасте, приехали. Это бесполезный разговор. Как я буду ему подражать? Для начала нужно просто в пустыню поселиться. Но там мне делать нечего, потому что я убегу через полдня. И на этом подражание закончится. Мне нужно подражать кому-то, кто здесь живет. Живет в похожих условиях. Вот, например, Ян Кронштадтский, например. Вот кто был из вас в квартире у него там в Кронштадте? Там квартирка, сколько там, раз, два, три, четыре, там трех-четырехкомнатная, да? На втором этаже маленького дома, комнаты маленькие, там все такое. Такое, ну все понятно, как бы. В квартире жил. Ни в келье, ни в пещере. Подражай живущему в пещере. Я не могу. Я вам сразу говорю. Я, конечно, могу застрелиться в пещеру, но я из нее выйду через день. И вы мне разочаруетесь. А вот уже с Кронштадтским уже легче. Ну как легче? Не легче только по форме, но все равно. Как бы вот жилище святого человека 20 века. Поэтому подражать можно и нужно. Только нужно избрать того, кому вы можете подражать. И что именно вас интересует. Потому что ведь важная самая вещь-то не аскетизм. Аскетика приходит сама собой, когда ее совсем не ждешь. Самое важное, например, это не ссориться. Помните, как Макарий Великий был послан там к неким двум женщинам замужним, которые были родными и сестрами. Он должен был у них научиться чему-то. Они сказали, что единственный подвиг их это они договорились никогда не ссориться. Что никакого злого слова друг другу они не говорят. И как бы они живут в мире. И он получил назидание от этого. Потому что эти женщины, замужние женщины, живущие в миру, дали некий живой урок Макарию Великому, который понял, что вот что хочет Христос. Мирное, тихое, безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Хотите этому подражать? Этому можно подражать, пожалуйста, с удовольствием. А если вы аскетические нормы выбираете, например, буду есть через день, буду спать, например, сидя, я вас прошу, не делайте этого. Сразу вас прошу. Даже не думайте. Потому что это будет такая беда и в семье, и с вами лично. Это закончится какой-то посмешищем или катастрофой. Подражайте нравственным вещам, а не аскетическим. Аскетика родится сама собой. Вообще аскетика рождается из любви. Когда в человеке горит любовь к Богу, он уснуть не может, поднимается с кровати и смотрится на молитву. Это и есть аскетика. Когда любовь не дает спать, когда движет тебя на большее. Когда ты, например, получивший в руки деньги, например, законную зарплату, не можешь все положить в карман. А делишь натрий, например, одно несешь в семью, другое несешь в церковь, а третье отдаешь в руки нуждающихся. Тебе просто Бог к этому движет. Это не правило жизни. Это именно любовь заставляет тебя. Поэтому любовь движет аскетикой. Сама по себе аскетика – это очень страшная вещь, когда куча правил надвинутых на грешного человека, он в этих правилах пытается жить, и получается какое-то чудовище. Поэтому аскетическим вещам не подражайте. Ваша аскетика сама собой появится. Когда вдруг нужно будет проночевать две ночи подряд возле постели больного, и ты из любви сделаешь это. Не просто не будешь спать две ночи, просто чтобы не спать, а когда ты посвятишь свои ночи уходу за больным, это будет аскетика, рожденная любовью. Только так у нас может быть, иначе быть не может. Иначе будет какая-то карикатура, действительно будет карикатура. Поэтому не подражайте аскетизму святых, подражайте делам любви и выберите себе тех, кто доступен для подражания. Потому что незамужняя может, например, все ночную выстаивать, а замужняя должна вечернюю постояла, пусть ты не отпущаешь, и бежит домой ужин готовить. У них разный подвиг. И незамужняя может причащаться каждое воскресенье, а замужняя только когда у нее ложи, как бы, так сказать, с мужем неделенные. Когда, так сказать, у нее есть возможность. Это совершенно разные образы жизни, поэтому нельзя им одному и тому же святому подражать. У них разное послушание. Поэтому жизнь наша должна соответствовать тем людям, которым мы хотим подражать. А карикатура может быть везде, к сожалению. Но избегайте карикатуры. Совесть вам посигнализирует. Скажет, ты смешон в этом образе. Например, мы когда в семинарии поступали, еще помню, многие приходили, молодые люди, в семинарии уже поступали, уже бородатенькие, с волосиками длинненькими, с четочками на руках. Ну, уже так, так сказать, изображали себе нечто в миру. Ну, там, пономарями были, сторожами, там, чтецами, там, соломщиками. Вот. И спрашивали у инспектора, а можно мы, так сказать, волосики, так сказать, оставим, косички свои, там, бородочки свои. Он говорит, всем побриться, всем постричься, четки вон, кителечки одеть, как бы, и все в строй становись, как бы. Говорит, а можно мы, так сказать, вот будем по своему, там, старому образу, так, с бородочками, там, с волосиками. Он говорил, знаете как? Говорил, в руках четки, в голове тетки. Говорит, сбрить, убрать, все как один, одинаковые. Будет время, будешь попом, отрастишь себе бороду, какую хочешь. Пока что семинарист, подчиняйся. И все. И правильно, кстати. Потому что поотращивать себе бородищи, понимаешь. Смотришь на него издалека дожди. Ну, Авраам, слушай, ну. А толку с того. Борода там быстрее растет, чем ум приобретается. Как Максим Юродиевый Московский говорил, по бороде Авраам, по делам хам. Поэтому, что там, ну, да, можно бородищу отрастить, можно волосы не стричь, можно мирянином будучи, как бы, в монаха выиграться. Это не твоя забота. Ты, брат, побрейся. Хочешь бороденку отпусти, хочешь не отпускай. Мы сейчас за это никого не ругаем. В 16 веке вообще бритых не отпевали. Говорят, скобленное рыло, говорили русские на Москве. От еретиков на выкоша. Говорят, скобленцев не отпевать, сорокаустия не петь, просфору храм не давать, стоглавый собор. Сейчас мы толерантные, так сказать, да ладно, там борода, мы же понимаем, что это не главное. Хочешь бороденку-то отпусти, но бородой не хвались. Борода тебе не прибавит, не отнимет. Будь православным человеком. А вот внешние вещи не копируйте. Вот когда человек копирует внешность, это будет карикатура. Когда, например, захочу, я быть похож на Кронштадтского. А он, знаете, когда служил, он выкрикивал иногда, он говорит, тебе поем, тебе благослови. Там твоя от твоих, там все там, ну у него был пожар внутри, слушайте, там был вулкан. Там можно было сгореть рядом. Он когда начал молиться, как бы все превращались в восковых кукол. Это описывает один свидетель, что самые огненные молитвенники в присутствии молящегося отца Иоанна были похожи на куклы восковых фигур, мадам Тюсо. Все как будто застывали, как будто они мертвые. Один только он такой, значит, Господи. И он там прям разговаривал с Богом, все там прям, когда чашу брал, он мог там упасть на колени, там стоять минут 10 на коленях перед чашей, там не подниматься, все думают, что он стоит, уже пора вставать. А он лежит там, о чем-то о своем молиться. Он был харизматик явный такой, в нем дух живой действовал, пульсировал прям такое-то самое. Но если мы начнем подражать этому, нас надо будет всех свинтить как бы и в психушку поотдавать. Чтобы мы не портили людям молитву, чтобы мы не мешали молиться людям. То есть надо молиться максимально сдержанно, аскетично, спокойно. Весь свой пожар как бы нужно душить. То есть ну как бы он никуда не исчезнет. То есть все свои слезы, лишний раз на службе не плакать. Вот только попросить, Боже, потом дай мне слезы, потом. Если слезы от Тебя, дай я потом ночью выплачу это все. Сейчас я не буду, что буду на людях плакать? Скажешь, какой-то истерик какой-то, что он больной, наверное, или больно ему там, болеет до сих пор, да? Не надо? То есть потом все, выплачешь потом. Это твои слезы, Господи, слава Тебе, потом дай мне их. Все, сейчас не плачу, потом буду плакать. То есть духи пророческие пророкам повинуются. То есть как можно меньше внешнего. С внешней стороны вы обычные люди. Вот вы сейчас вышли на улицу, растворились в толпе. Кто, по-моему, скажет, что вы православные? Что на вас крест нарисован такой вот или что? Или вы там поете все в голос, значит, что-нибудь там, светися, светися на Войерусалиме. Нет. По плодам вашим узнают вас, по духу вашему, по поведению, по молитве Господь вас узнает, потому что в сердце вашем. То есть это все вещи сокровенные, тайные, до времени. До времени. Христос явится, и явитесь вы во славе. То есть наша жизнь с Христом в Боге сокровенна. Жизнь моя Христос, и я скрыт в нем, слава его скрыта во мне, и потом он явится, и моя слава откроется. А сейчас мы просто с вами, там, там, дядя Андрюша, там, дядя Ваня, как бы, что на нас какая-то печать какая-то особая стоит? Это никому не видно. Внешность не копируйте, чтобы не было карикатур. Копирование внешности чистая карикатура. Уже святые не подражаемы. Они абсолютно не шаблонны. Нет ни одного похожего святого. Двух святых одинаковых по форме нет. Вот берем Антоний Феодосий, абсолютно разные. Берем Сергий Герман-Валамский, абсолютно разные. Да кого ни возьми, все разные вообще. Нет ни одного похожего. Их миллионы, и ни одного похожего. Вот нет похожего в духе святом. Там, где шаблоны, там дух ушел и приходить не хочет. Там машинное производство началось. Там конвейер запустили, и штопают святых по одинаковому образцу. Имейте разум, различайте вещи. Где не похожее, там может быть святость. Там, где шаблонные, там святости нет. Вопрос. Что делать, если не хочу замуж, но я для монастыря не готова? Можно ли спастись в миру? Конечно, в миру можно спастись. Гораздо больше, знаете, гораздо больше девушек, которые хотят замуж, которые не готовы к монастырю и хотят замуж, но не имеют за кого выйти замуж и вынужденно живут в миру. Вот в такой формулировке вопрос, конечно, он несколько не очень тиражированный, не очень ожиданный такой. Большинство говорит, ну да, в монастырь нельзя идти, потому что не замужние, потому что монастырь это святое, это не шутки. Это уже надо быть либо железный, либо золотой. Либо сильно терпеливый, либо сильно любящий Бога и ближних. Поэтому вопрос не очень обычный. Я понимаю тех, я хочу замуж, но не могу в монастырь, а мужа нет, и я поэтому в миру и жду, когда меня найдут. Вот такое. Здесь мне понятно. И здесь я могу только, как сказать, жалеть человека и просить ему, как бы желать ему от Бога хорошую пару. Хозяина. Многие ли желающие замуж желают хозяина? Хе-хе, спасибо, спасибо племя. Не многие. Хотят, что хотят, как бы, что хотят, то хотят. Это тайна вашего сердца, что вы хотите, когда замуж хотите. Но многие желают хозяина. Хозяина хочешь, хозяина найдешь. Бог тебе даст. У Бога все есть. А вот в этом случае говорит, не хочу замуж, монастырь не могу. Ну, честная констатация факта. Замуж не хочу, ну, слава Богу. А вдруг потом захочешь. Тут еще такое просто. Тут хочу, не хочу, это же такая категория плавающая, особенно у женщины. Это значит, в конце месяца не хочу, потом в начале месяца хочу, как бы, тут же такое дело. Поэтому на женское хочу, тут опираться как бы трудно. Конечно, в миру спастись можно, ну, конечно, можно. Вообще, везде спастись можно. Спастись ведь не трудно, но мудро. Что вас думаете, Христос оставит, если вы его любите, как бы, и вы такая вот особенная. Ну, может быть, человек такой, какой-то особенный такой. Вот. Вот Катерина, например, не могла никак, святая великомученца, Екатерина, и ее же храм осаждает бесноватый в Екатеринбурге. Она вот, значит, тоже трудно было и выйти замуж. Потому что она была красивая, умная и богатая. Вот, казалось бы, все в ней было, как бы, а когда все хорошо, это очень нехорошо. Потому что она же, как бы, умная за дурака, же не будет замуж выходить. И богатая за бедного, как бы, выходить замуж неохота. И красавица за урода выходить замуж неохота. А где же ты найдешь, чтобы ты был и красивый, и умный, и богатый? Вот тебе и проблема, как бы. Вроде все в ней есть, как бы, вместе с всеми здесь проблема. Она Христа нашла, ей сказал один батюшка, что я знаю одного такого, красивее всех, умнее всех, богаче всех, вообще такой чудный вообще, что нет такого рядом не стоит, никого рядом нет возле него. Кто же он такой? Ну, это дальше почитайте житей святой Екатерины, ее же храм даст Бог построить в Екатеринбурге. Так что, может быть, вы такая вот, и такая, и такая, или, может быть, просто вы простая, просто вы не к монашеству, но и не к женячке. Ну, как один говорит, один говорил мне когда-то давно уже, батюшка один, говорит, лучше женатому думать о монастыре, чем монаху о женитьбе. Вот, поэтому, если вы, как бы, ни туда, ни сюда, как бы, то у вас, может быть, прийти и монастырь ждать, и супруга, что может вас ждать. То есть вы вообще чистый лист, как бы, поживите, как живете, как бы, да? Гораздо хуже, как бы, пойти поспешно в монастырь, там, или пойти поспешно замуж, в монастырь без веры, замуж без любви, это будет страдание, конечно. Живите, как живете, короче, таких, как вы, много, между прочим. С каждым годом все больше. Вы такой же человек, как и все мы, как бы, и такой же дорогой в глазах Божьих, то есть, Господь сказал, как бы, ты драгоценен в очах моих, и вы такая же. Поэтому, ну что ж, может, полюбите еще, кто вас знает, поди вас разберись, женским сердцем, кто разберется. Может, еще полюбите, а может быть, и вам дано как-то по-другому реализоваться, вот, ну, не знаю. В общем, я не вижу никакой такой, раз вы такой человек, такой вот, вот такой человек, то помоги вам, Господи, спасайте свою душу, можно спастись всегда. Раз уж на кресте возле разбойника можно было спастись, то уж все остальное, тем более, доступно для спасения. Спасайтесь. Еще вопрос у нас устно хотят задать, пожалуйста. Я записку там написала, ну, очень как-то громко она прозвучит, там, роль бабушки в воспитании, внуков. Я хотела спросить, что возможно сделать в ситуации, да, когда у меня внуки крещеные, мальчики два, а мама и папа далеки от храма, то разрешают водить, то не разрешают водить. В общем, пытаются этим манипулировать вопросом, то есть, если вдруг что-то не так, не пойдете в храм. И мальчикам одному три, другому семь. Что в этой ситуации вообще возможно сделать? Пока еще возможно. Да вы знаете, дорогая, что все-таки отвечают за детей родители, поэтому что бабушка, бабушка? Бабушка, если все в мире, если в семье все хорошо, и вас призвали, рекрутировали на эту тяжелую службу, там, бабушка, помогай, то вы помогаете. Если вы там особо не нужны, там вас особо не слушаются, то у вас прав нету, чтобы там командовать. Все-таки, если у вас была дочка и вышла замуж, то командир для нее муж. Если у вас был сын, и он женился, то командир для него жена. Как бы после выхода замуж и женить детей, родители все-таки уходят в сторону. Нужно уйти в сторону, если вас не зовут, то вы и не идете. Поэтому что, милая, вот тут вам сказать? Все будет как бы как у всех, будет сикость-накость и непонятно. И у вас так же. То есть ваши дети только что крещеные и православные. У нас вся страна такая, только что крещеная, то и православная. Вот и ваши трех и семи лет пацанята, эти, значит, будут воспитываться вашими безбожными детьми, которые будут еще там, так сказать, любым ветром дышать и в любые стороны метаться. А вы что вы можете делать? Только у вас, если нет больше забот в жизни, как только молиться Богу за детей и внуков, то в храм чаще ходите. Поступайте, как поступала пророчица Анна, дочь Фануэлева, жившая с мужем там сколько там, семь лет от девства своего, восемь лет вернее. И дальше там молитвой и постом служила Богу день и ночь. Бабушки это что? Это святой народ, как бы пусть ходят в храм, да могут Богу молиться. У вас нет прямого воздействия на детей. Вашими внуками командуют их родители, а не вы. Поэтому тут только можно смириться и сказать, ну что, Боже, святая воля твоя, вот такая жизнь, понимаешь, пусть будет так, как есть, и ничего не сделаешь. А у вас есть храм, как бы, и пока ноги ходят, ваше место в храме. Вот самое лучшее, что вы можете для всего мира сделать. И успокойтесь. Сикость-накость у всех, не только у вас. Тут кого не подними сейчас так вот, значит, это самое, лампу в лицо, как бы, анкетные данные, как бы, ну-ка рассказывай, что у тебя там в жизни. И тут такое наскребут из себя по сусекам, что тут нам будет плохо жить потом, понимаете. Мы все в беде. Как мы поем, значит, это самое, «Яковси и смы в бедах», так великим постом поем. Апостолы святые, пророцы там святые, там, значит, молитесь, там, заныка господи, «Яковси и смы в бедах». Вот, да избавимся от беззакония наших. Мы все в бедах. Эта жизнь – это вот такая корявая, корявая тайна, вот, которая просветится и озарится только с моментом ухода нашего в мир грядущий. Тогда уже оборачиваясь назад, эта вся жизнь выстроится. Один вполне такой странный такой режиссер, Пьетро Паоло Пазолини, говорил, что смерть – это великий монтажер. Она монтирует жизнь человека в законченную пленку, в законченный фильм. Как бы, значит, вот знаете, когда снимают фильм, например, да, там, например, сняли, например, там, 8 километров пленки, а на монтаже, например, там, готовый фильм там остался, там, полторы, там, полтора километра пленки, а где остальные 6 с половиной? В архив сдали там или в мусорник выбросили. Это все лишнее. Так вот, жизнь, как бы, такое уже получилось, нечто такое. То есть монтаж превращает отснятый материал в кино. До монтажа это просто куча отснятого материала. Так вот, наша жизнь, как бы, это куча отснятого материала, если говорить кинематографическим языком. Мы же с вами киношные люди, мы же все за жизнь уже 100 фильмов посмотрели каждый, а некоторые – 1100. И сколько еще посмотрим? Ну, это такая жизнь наша. Значит, и это самое. И вот мы живем, живем, ничего не понятно. Из этой кучи, этой пленки, какое кино получится? Вообще непонятно. А потом смерть придет, скажет, она все-то выстроит, все понятно. Родился, крестился, там, воспитывался, падал, поднимался, плакал, радовался, там, трудился, спасался такой, там, причастился, ушел. Все, конец. Вот эта смерть смонтирует нашу жизнь. До момента монтажа ничего не понятно. Вот такой. Поэтому, что у вас, то и у всех. Успокойтесь. Внуки крещеные, как бы дети безумные, как бы, значит, вы старенькая, ходите в Богу, молитесь, да и все. Как везде. Еще вопрос, пожалуйста. Отец Андрей, вы часто говорите о том, что брак – это великая святыня. Мы с этим согласны и также почитаем брак. Но мы видим, что сегодня очень легко расстаются супруги, прелюбодействуют и потом буквально в считанные месяцы или даже дни получают справки в обыденном переулке о потере канонической силы брака. И вопрос возникает у православных следующий. Совершается ли таинство брака над прелюбодеями? Совершилось ли таинство брака над Аллой Борисовной Пугачевой с Максимом Галкиным? Или над приживом мужем Филиппе? И над Натальей Поклонской с Иваном Соловьевым, приживом мужем Андрея? Прошу вас ответить на этот вопрос. И что значит потеря канонической силы брака? Ну, вы меня пригвоздили, конечно. То есть я верю, что вы мой друг. Потому что вопрос публично может задавать мне только враг. Потому что что бы я ни сказал, я буду виноват. Могу, не могу, хороший вопрос. Да, ну просто я буду виноват всю жизнь. Я уже привык к этому. Хотя мне неприятно, но я привыкаю. Слушайте, значит, я разделяю вашу тревогу, во-первых. Я согласен. То есть если стать на суд святого евангельского слова, то мы прелюбодеи и прелюбодейки. То есть, конечно, эти вторые браки, третьи браки, плюс там блуды, разводы и всякие там другие всякие вещи, они, конечно, кладут такое серьезное пятно прелюбодейства на наш мир. И нужно, конечно, понимать, что Христос тоже об этом знает. Потому что когда Господь Иисус Христос характеризовал нашу жизнь, то Он говорил, что кто постыдится Меня и Моих словец, вроде всем, Он характеризовал прелюбодейным и грешным. То есть грехи вообще есть грехи. А прелюбодейство, оно вроде тоже внутри грехов. Можно было бы сказать, вроде всем грешным. Но Христос выбрал из всех грехов один отдельный грех, вытащил его, поставил рядом. Прелюбодейным, как бы, отдельный грех и грешным. Все остальные грехи, как бы, там, сребролюбие, чванство, лень, там, маловерие, раздражительность, там, гордость, это все отдельно. А прелюбодейник, как бы, как отдельный грех. То есть, конечно, мы живем в прелюбодейном мире. Исходя из какой-то такой, знаете, этого, снисхождения к кающемуся, к падшему, кающемуся. У нас есть много формальных поводов, таких хороших поводов пастырских, для того, чтобы пожалеть соблудивших и согрешивших. Потому что, например, вот, смотрите, мы читаем Великим постом на Пятой Седмице житие преподобной Марии Египетской. Помните, как она, когда она домолилась до Божьей Матери, и сила Божия пустила ее в храм, она поцеловала честное древо, и в слезах вышла из храма, услышала голос, иди за Иордан, там найдешь себе покой. Потом пошла, кто-то сунул ей в руку монет, две монеты, со словами, прими, это мать. И она пошла, дошла до церкви Иоанна Притечина, берегу Иордана, и вечером в тот же день была литургия, она причастилась. То есть, если перенести эту ситуацию в нашу ситуацию, то ее бы сначала, очевидно, причащались без исповеди, служили службу вечером, как мы сейчас служим по вечерам прежде священной. Никто, видимо, ничего не спрашивал ее, там ела, не ела, там каялась, не каялась. Если бы ее только священник поставил на исповедь, и она бы начала все это рассказывать про себя, кто она такая, она бы причастилась, поверьте мне, да, как бы не так. Тут у нас, понимаешь, молока выпил в среду, как бы и пойдешь в притвор, как бы, значит, стены целовать. А с ее грехами 17 лет подряд, как бы, значит, то есть, очевидно, если наложить наши церковные нормы, как бы, на того человека, то она была бы без причастия. А может быть, ей бы тогда и Бог не дал бы силы пережить это, то есть, мы видим некое снисхождение к человеку мегагрешному. Там был мегагрешный человек. Прости меня, Святая Мария, ты знаешь, что я люблю тебя, и Господь знает. Если взять вагон порнозвезд и поставить с ней рядом, они были бы карликами возле нее на периоде пика ее блудного расцвета. Это была мега-блудница, ослепительно красивая, денег не бравшая за грех, вовлекшая в блуд с собой бесчисленное число людей разного возраста и состояния социального. Все остальные блудницы, это просто шавки, сребролюбецы и хабалки, пьянчушки, как бы, никуда не угадали. Ты пф, в общем-то. Это красавица, которая любила блуд, понимаешь. Если бы эту красавицу там кто-нибудь поставил под наши канонические правила, а ну-ка, расскажи-ка мне про жизнь свою, потом причастимся. Но была бы она без причастия. Значит, если я делаю вывод, значит, бывают у Бога такие случаи, когда Господь послабляет общие правила для отдельной души. Я думаю, нынешне... Понимаете, ведь все наши блудники сегодняшние, а блудников у нас гораздо больше, чем нам кажется. По-хорошему, по совести, каждый из нас блудник, потому что уж глазами и мыслями это уж согрешал каждый человек, не говоря о других вещах, о которых срано есть и глаголы. Нас ведь никто не учил этому, понимаете. И мы, люди, приходящие к Богу, как бы сквозь окружение, вырываемся из вражеского окружения, выходим еле живые, покусанные, потрепанные. У нас нет ни одного здорового человека в церкви. Вся наша церковь сегодня состоит из людей, у которых нету опыта христианского детства. Вся наша церковь состоит из людей, у которых почти нет опыта христианской юности. Что такое христианская целомудренная юность, никто из нас не знает. Все приходят к Богу с рюкзаком грехов, с мешком грехов. Наша русская церковь в своей полноте, новой полноте, это церковь кающихся. Если до революции можно было сказать, это церковь обредоверов, церковь, получивших даром свою веру через крещение, родились, крестились в православии, живем здесь кругом купола, колокола, кругом все святое, и мы себе здесь святые, но нам сюда лампочки. Таких было много. Слишком много святого всего. Люди просто рождались среди святыни, не ценили ее. То наша сегодняшняя церковь, это церковь кающихся людей. Кто из нас пришел в церковь не недавно? 5, 3, 7, 6, 1 год назад, 10 лет назад. Все. А кто родился в вере и воспитался в вере? Да никто. Все пришли с покаянием. Кто из вас не каялся, кто в церковь пришел? Кто не плакал, кто не искал, кто не страдал? Поэтому к этим блудникам сегодняшним я бы употребил некую... Видимо, наша церковь так и поступает. Она снисходит к этому состоянию, этого естественного блудника, что ли, знаете, такого человека, живущего по страстям века сего. Представьте себе, молодой человек родился в Содоме. У него папа содомлянин, дедушка содомлянин, братья содомлянин и все соседи содомлянин. Он кроме Содома не знает ничего. Вот он умер с содомлянином. Какой мерой будет Бог его судить? Я думаю, доброго Бога будет своя мера для этих людей, потому что в Евангелии сказано, что Содому и Гаморе будет лучше в день суда, нежели Тиру и Седу, вернее, Капернауму, Хоразину, Вифсаиде. Если бы они видели ваши чудеса, они бы давно стояли до сегодняшнего дня. Поэтому я думаю, что добрый Бог будет судить всех по-разному. И сегодняшние люди, они как бы, простите мне эти странные слова, они как бы не могут не быть блудниками, потому что ничего больше не знают. Наш народ в массе вообще ничего больше не знает. Кино, вино, домино и плотские удовольствия. А кто их чему учил? Но вот с каждым годом, когда мы будем распространять влияние церкви в обществе, с каждым годом эта тенденция будет уменьшаться. Тогда у нас будет появляться некая возможность строгости к согрешающему. Скажешь, ты же знаешь, ты читал Евангелие? Говорит, читал. А ты в церковь давно ходишь? Говорит, с детства. Так что ж ты, поросенок, как же ты можешь? А сегодня мы говорим человеку, а чего ж ты слушай? Бросил жену с детем, жену с другой. Ты Евангелие читал святое? Говорит, нет. А ты в церковь когда был последний раз? Никогда. А ты какую молитву знаешь наизусть? Никакую. А как же тебя венчали? Ну так. Я пришел, говорю, венчаться? А он говорит, ну, 7 тысяч рублей. Ну, я дал. Он пел. Ну, все. Что я могу ему сказать? Что я могу ему сказать? И у нас таких людей миллионы. А вот если мы научим свой народ, если мы возьмем на себя ответственность за свой народ, в конце концов, раз нам Бог там подевал кресты на грудь, дал нам архиерейскую благодать на плечи, раз нас согнул под этой благодатью в три погибели, что нам тяжко ее носить на себя, раз мы будем отвечать за людей своих русских и научим их, вот тогда мы будем беспощадны к ним. А к сегодняшним, пардон, про Аллу Борисовну я говорить не хочу. Про этого прекрасного человека я говорить отказываюсь. Значит, про всех остальных мне хочется говорить, потому что с ним нужно разбираться. Во-первых, не нужно венчать, а бы кого попало. Давным полно пора поставить фильтр на пути к венчанию. Нельзя венчать всех, кто пришел и хочет венчаться. Надо, по крайней мере, спросить, вы кто? Кто ты? Он говорит, я венчаться хочу. Он говорит, како веруеши? Он говорит, веруя, что там что-то есть. Говорит, пошел вон, таким, как ты, венчаться нельзя. Прочти Евангелие. То есть нельзя всех венчать. Ё-моё, мы навенчали уже басурман этих всех. Они, конечно, потом разводятся, потому что они так на всякий случай повенчались. Вот это уже грех. То есть я считаю, что давно уже пора поставить барьер на пути венчания. Надо еще заслужить, чтобы повенчаться. Мы хотим венчаться. Давайте разберемся с вами. А что там? А как там? А есть ли семьи за бортом там? А есть ли запасные аэродромы? А дети в других семьях? А что? А когда крещен, а как ты молишься? Во что ты веруешь? А ты будешь всю жизнь не жить? А если паралич разобьет? А если тебя кондратьей хватит? А вы вообще будете друг с подругой там судно выносить вообще? Вы вообще понимаете, что это будет вообще? У нас нет такого в православии. У католиков есть. Я жил на Западе, я видел много раз, когда с них берут клятву такую. У нас нет такой клятвы, но хорошо бы знать ее содержание. Беру себе тебя и обещаю тебе верность, и что тебя не оставлю в болезни и здравии, в бедности и в богатстве, в старости и в молодости. Так помоги же мне, Боже, в троице святой единый и все святые, аминь. Вот мне прям жалко, что у нас такого нет. Скажи, скотина, перед алтарем эти святые слова, чтобы ты их в трезвом уме, прям при памяти сказал, чтобы все слышали, и мы еще на камеру снимем. Слышал, что ты сказал? Бога призвал, всех святых призвал, пообещал, что ты будешь всегда с ней. Молодая будет, старая, заболела там, выздоровела там, рожает, не рожает, есть где жить, не где жить. Всегда будешь с ней? Всегда. Бога позвал, аминь. Чтоб ты сдох, если нарушишь. Ну, а как с людьми еще разговаривать? Они придут, заплатят, постоят, там что-то, шалом, балом, ля-ля, ля-ля, крест поцеловали, шагом марш отсюда, они пошли напились, через месяц пришли развелись. Что это за... Сколько можно венчать этих вот, этих вот, этих вот, вот, этих вот-вот? Это кто виноват? Они вот эти вот-вот? Или мы? Мы виноваты. Мы, священству виноваты. Стой, куда попер? Венчаться хочешь? Расскажи мне про жизнь свою. А каяться не хочешь? А ну давай пошли, разберемся с вами вообще, что, чего, куда, как. Поэтому, когда мы серьезно к делу подойдем и прекратим венчать всех подряд, и таинство венчания поднимем вот на ту должную высоту, тогда мы сможем постепенно к этому безумному, блудному народу, который едва-едва выгреб из этой красной ямы, серьезно относиться. А пока что у нас просто, как бы, ну, слушайте, кого мы имеем? Это, значит, это ягненок, обгрызанный волком, который едва-едва Давид вырвал из пасти. Поэтому здесь дело в духовенстве. Духовенство должно серьезнейшим образом относиться к этому вопросу. И, конечно, с легкостью раздавать благословение на второе, на повторные браки, как бы, нельзя. Совсем не давать благословение тоже нельзя. Но должна быть максимальная серьезность, пастырская серьезность к этому вопросу. Вот я за пастырскую серьезность. Как только брак из требы, слышите, как только брак из требы превратится в великое таинство опять, потому что он пока что треба, как похорон. Там отпел, здесь попел, как бы. Что те мертвые, что те мертвые, на самом деле. И те, и те мертвые, за тех и тех заплатили, как бы. Это треба просто. Венчание, это просто треба. Я вас не знаю, я вас не знал до сегодняшнего дня, повенчал, вы пошли куда-то там на три леса, и я вас никогда не увижу, как бы. Это так нельзя. Я должен вас знать, я за вас отвечаю. Потом приходит, говорит, нам нужно развестись. Идите к тому, кто вас венчал, пусть он вас разводит. Человек венчавший, он же не просто так на всякий случай здесь стоит. Венчание, это не треба. Это таинство такое же великое причастие. И пока духовенство это не поймет, у нас и будет это безобразие все продолжаться. Поэтому нужно начать нам с себя, и народ подтянется. Народ всегда подтянется. Наш народ смиренный, добрый и в принципе согласный. Только ему скажи то, что нужно, он сделает. А пока что мы вот выкарабкиваемся из этой красной ямы, и не видно просвета еще. Так что будущее за нами, а в настоящем есть еще над чем поплакать. Вот такой, может быть, не совсем конкретный ответ, но уж примите, что есть. Отец Андрей, обязательно ли иметь духовника воцерковленному человеку? И можно ли просить совета у разных батюшек, имея духовника? Можно просить совета у разных батюшек, но не нужно просить совета на один и тот же вопрос у разных батюшек. Потому что если вы такие шалопуты, что вы с одним и тем же вопросом бегаете к разным батюшкам, то вы просто преступники и баламуты церковной жизни. Можно мне, батюшка, квартиру продавать или не нужно? Она говорит, да не знаю, сама подумай, надо, продавай, не надо, сиди себе на месте в своей квартире. А, ну ладно, побежала к другому. Можно мне продавать? Продавай! Побежала к третьему на всякий случай. Можно, не, не продавай, мало ли что, будет такое. Все! Она пошла архиерею жалобу писать. Тот написал, тот сказал, продавай. Слушайте, не смейте бегать с одним и тем же к разным священникам. Вообще, включайте голову в конце концов. Вы что думаете, что вы без головы своей ничего не поймете в этой жизни? Кое-что поймете. Совета спрашивайте. Не спрашивайте благословений сразу. Спрашивайте сначала совета. Говорит, что посоветуете, батюшка? А батюшка, если имеет время и желание, и он сердце расширил, как бы, и остановился возле тебя, затормозил близ тебя, он может быть с тобой, ну расскажи, как там, что там, давай подумаем, а дети там, а там, что еще, а конфликтные истории. Ну, историю нужно узнать, да? Некий такой, а историю. Ты мне даешь вот такой вопрос, а там вот такое, шириной палитра. Так, расскажи мне все, чтобы я хоть понимал, я же тебе не это самый, не Семен Столпник, не Серафим Саровский, чтобы я сразу тебе отвечал на твои дурацкие вопросы. Говорит, расскажи мне все про себя. Я подумаю, потом скажу, слушай, ты знаешь, я думаю, так, вообще я не знаю, честно говоря. Вообще можно, конечно, продавать, да ладно, продавай, короче. Ну, так вы думаете продавать? Я думаю, в принципе, можно продать. Ну, благословите. То есть давайте поговорим сначала, а потом вы скажете, благословите. То есть сначала за советом, а потом под благословение. А не сразу с моста в воду, благословите. Что благословить? Благословите, все продать и уехать в Израиль. Я тебя первый раз вижу, слушай, что ты хочешь от меня? Ну, посоветуйте, давайте поговорим сначала. Ну, нельзя же думать, что все должны быть прозорливые, и все вам будут сейчас прям так вот, как молотком по голове стучать, такими святыми ответами. Давайте поговорим сначала. Попросите совета сначала. Сами поймите, что вы хотите, потому что многие вообще не знают, что они хотят. Они бегают, как эти переполоханные курицы по двору. Всех все спрашивают, но сами не знают, что они хотят. Что ты хочешь вообще, слушай? Да вообще-то у меня просто на душе плохо, я просто поговорить пришла. Она у тебя съела два часа времени, как бы, значит, и у тебя, и у него, и у них, и потом говорит, а они все недуховные, они ничего не знают. Понимаете, какие народ какой? Народ же, это наш народ. Наш народ, который надо любить. Это наш народ. Поэтому сначала за советом приходите. Когда вы поймете, что вам нужно, и вы уже точно знаете, что вам нужно. Мне нужно ложиться на операцию. Это не я должен тебе сказать, ложись-ка ты на операцию, мать. Это не мое дело, это твоя операция. Когда ты поняла, что нужно оперироваться, тогда приди и скажи, батюшка, я решила ложиться на операцию. О, милая, ну что ж, ну пришел Господь тебе, да. Ну ладно, что дальше? Ну благословите меня на операцию, что ж. Решила? Решила. Ну благословите. Ну Бог, помогайте, Бог, еще почитай молитву на хирургическое действие и благословим тебя. Вот так нужно делать. А не прибегать к незнакомому священнику и говорить ему, мне оперироваться или не оперироваться? Слушай, откуда я тебя знаю вообще? Что ты хочешь из меня? Кто ты такая вообще? Что оперировать? Вообще-то там палец, зуб, ногу там, матку вырезать. Что оперировать вообще? Что? Это же все ты нужна. Давайте посоветуемся сначала. Давайте. Вот просите сначала совета и учитесь думать. А потом, когда вам все уже все ясно, тогда идите и благословляйтесь на то, что вам ясно. Это будет прекрасный путь. Это вы отнимете, так сказать, лишние хлопоты у себя, у священников и так далее. И не берите разные благословения у разных священников. Если уже один вас благословил, к другому бежать незачем. Нет, она же пойдет к этому благословиться, потом побежит к другому. А другой скажет, а зачем тебе операция? Не надо операцию. Благословляйся, не оперироваться. Что делать? Все, коллизия. И они бегают, понимаешь, что это. Он сказал, не оперироваться. А от благочестивых одни проблемы. Вот с простыми людьми проблем меньше. Простой он такой, простой такой. Он пришел такой, а что? Такой, иди, оперируйся. А, хорошо. Хоть ему и не надо. А эти же будут, у трехсот духовников возьмут благословение, все будет разное. И будут бегать еще по третьему кругу, там, и всех переполошат только. Это полное безобразие. Это болезнь благочестивых. Это именно богомойные люди, вот, страдают такими хворобами, значит. Поэтому рассудите, поймите, посоветуйтесь с совестью, с Евангелием, с другом, с мамой, с сыном, с соседкой верующей. Потом уже, когда решили, ну ладно, ну, двум смертям не бывать, одной не миновать, пойду, наверное, лечиться. Стали на учет, записались на операцию, а потом уже пошли и благословились. Вот и все. Вот так будет просто и как-то по-человечески, знаете, по-человечески будет. Иначе это не по-людски все получается. Дорогие братья и сестры, вопросов еще очень много, но время уже позднее, поэтому... Расскажу вам напоследок одну маленькую историю. Да, с радостью. Значит, про святого Иоанна Шанхайского. Мы закончим на том, на чем мы начинали. Как-то, значит, вообще мне, так сказать, подарена была и есть, подарена дружба с одним архиереем, который служит в русской зарубежной церкви. До некоторого времени она была в отсутствии союза с нашей русской просланной церковью, а теперь это все евхаристическое едино. Одним словом, была у меня возможность поехать в Сан-Франциско, туда, где лежат мощи святого Иоанна. Я когда-то читал о его погребении, о том, что он лежит в крипте. А его так отпевали в крипте собора, там действительно, когда отпевание было, он стоял в полуподвальном помещении, гроб с его телом. Причем еще американские власти очень переживают о санитарии при погребении. Если, например, запах тела мертвого, они ужасно это все против, они это все запечатают, закрывают и увозят. И они с дозиметрами там ходили, что-то мерили, замеряли. И они с удивлением обнаруживали, что при горящих свечах, в душном помещении, при многолюдстве, тело стояло много дней, и дозиметр показывал, реагировал на него, как на здорового живого человека. То есть не было никакой реакции на мертвое тело. Ну и я помню это по книжкам, что вот он где-то должен быть в соборе. Оказалось, что он лежит сейчас снаружи, вот, так сказать, в храме, так заходишь в храм всех скорбящих радостей Божией Матери, это иконы, и вот так с правой стороны приходит, так если для вас, так вот справа, в деревянной раке так он лежит. Значит, и мы туда зашли, и владыка, которого я сопровождал, мы вместе зашли, он говорит, вот там владыка Иоанн. Я думаю, мы куда-то спустимся, он говорит, нет, вот он там. Ну и знаете, как бы, так сказать, Бог дал мне учиться в семинарии киевской. И я ходил, так сказать, не буду хвалиться, значит, но скажу просто как есть, ходил, старался каждый день к мощам преподобных. Я считал, что семинария семинарии, как бы книжки книжками, а самое важное, что все-таки здесь преподобные, надо к ним ходить, как бы там с ними, там походить возле них, там поцеловать раку, почитать молитву, помолиться. Мы ходили, там много таких было, ребят. И вот там много мощей, вот мы только что были перед лекцией у мощей священномучника Илариона, и ну сколько там, ну нас как бы вроде мощами не удивишь на нашего человека, потому что вот там Алексей, святой митрополит в Елохове, там, значит, Сергий Ава в Троице, и везде мы были, как бы вроде были, были, и я был тоже, как и все. Не скажу, что я лучше стал, но был я очень много в разных местах. И вот я иду к мощам святого Иоанна Шанхайского, так иду обычной походкой, как обычно, идет человек приложиться к раке святого, а мы хотели служить вечернюю, чтобы там поцеловал, пошел в алтарь, значит, облачаться и служить. Я, когда приблизился к его мощам, меня накрыла какая-то такая неожиданная волна, такая, знаете, такая теплая сильная волна такая, меня бросило на колени перед этим самым, перед этой ракой, так, значит, и с меня хлынули слезы, я забился буквально в конвульсиях, мне было очень неудобно, уже думаю, ну, подумай, куда придурок приехал, как бы, значит, здесь что-то изображает из себя, как бы. Я постараюсь брать себе в руки максимально, как бы, ну, пытаюсь силой, как бы, сказать, отстраненного ума взять себя в руки, но меня буквально вот трясет, я реально плачу, ничего не говорю, просто меня трясет. Вот, я беру себя в руки, отхожу, целую его раку, иду в алтарь, мы облачаемся и служим вечернюю, значит, там что там вечернюю, утреннюю там служили. Вот, в храме было буквально там 3-4 человека, мы отслужили, ну, они потом идут к раке, значит, читают молитву, величание поют, опять целуют, но я уже иду опять к этой раке, уже второй раз в этот день, думаю, ну, как бы, я уже знаю, что там накатывает, так сказать, уже держу себя в руках, думаю, так уже без истерик, спокойно, значит, подойду, перекрещусь, поцелую, там, почитаю молитву, я подхожу к раке, вот, и на меня опять накатывает то же самое чувство, которое сильнее меня, то есть меня опять ставит, как бы так сильно ставит, меня так мягко сильно ставит на колени, я берусь за раку руками, прикладываюсь к ней лбом и начинаю содрогаться от рыданий, начинаю плакать. С большим усилием отрываю от раки, опять-таки беру себя в руки, думаю, ну, сколько мы это, читаю молитву, поем величание, все, мы уходим, утром служим литургию. Я уже не подхожу к раке, значит, перед литургией, мы идем служим, между прочим, там очень интернациональная была литургия, там было три эфиопки, было на службе абсолютно черные, вот так как телефон, лицом, и в абсолютно белых одеждах, три женщины стояли, как каменные статуи, стали на службе, не шелохнувшись. Потом была молодая пара супружеская из Словакии, какой-то один мужик из Испании, мексиканец был диакон, в общем, интернационал полный, как при жизни владыки, то есть к нему туда ездят со всего мира. Мы отслужили божественную службу, опять я пошел к раке, в этот день мы уезжали там в далекое турне, там, на, ну, короче, неважно. Ехали там еще в несколько мест, там, важных, нужных для посещения. И уже я должен был, в Сан-Франциско я уже не должен был возвращаться, должен был лететь в Чикаго. И я пошел к нему еще попрощаться, приложиться. Ну, уже совершенно, так сказать, отец Андрей, держи себя в руках, то есть ты взрослый человек, хватит себя изображать, вот, мне не зачем умиляться, как бы спокойно тебя смотрят, ну, и так далее. Ну, значит, у меня не получилось. Значит, он все-таки сильнее, понимаете, сильнее того, что я себе сказал, как бы на меня я опять забился в рыданиях. Вот, и если бы можно было там остаться, я бы там проплакал какое-то время, конечно, слезы всегда заканчиваются рано или поздно, то есть, ну, минут 10-15 я бы там порыдал бы в сладость, конечно. Полежал бы там и там повыл бы там. И есть о чем повыть, между прочим, каждому человеку. То есть я хочу вам сказать, что мы избалованы святынями. Я, по крайней мере, принадлежу к людям, которые избалованы святынями, которых ничем не удивишь. Вот, там, Иерусалим, там, то, сё, там, значит, монастыри, Афон, всё это понятно, как бы, значит, это, жалко, что плода никакого пока не видать. Значит, ну вот, святой владыка Иоанн, по моему личному переживанию, как бы, значит, действительно обладает величайшей силой любви к человеку и силой молитвы. И там у него в молитве, которая читается ему, там как раз говорится, что мы свидетельствуем, что великая сила святости Твоей как бы на нас от гроба Твоего переливается, и мы не можем это не чувствовать. И что мы сделаем, как бы, чем поблагодарим Бога за таких святых, которых Он дарит роду нашему? Только одним, чтобы мы были из ветхих новыми. То есть одним поблагодарим Бога за Тебя, отчаяния, чтобы мы изменились, чтобы мы не были теми, кеми мы есть, добудем новые люди, чтобы мы были христиане. Как-то так там говорится, там еще много всякого красивого говорится. В общем, я хочу сказать, что мы сегодня поговорили очень мало, конечно, но мало да удал, так сказать, этого тоже хватит. Мы, так сказать, коснулись с вами жизни очень близкого к нам человека, чрезвычайной высоты, очень смиренного, глубокого, сильного, смелого, жесткого иногда на грех, очень доброго к падшему и кающемуся человеку и до сегодняшнего дня являющегося верным своим, как и Кронштадтский Иоанн, как и Серовский Серафим, как и преподобный Сергий, как Святая Матрона, как Николай Сербский Велимирович, как Василий Острожский и все остальные. Как он после смерти сказал, хотя я умер, но я жив. Скажите всем, что хотя я умер, но я жив. Так что находите все, что пишется про святых, читайте, образовывайтесь, учитесь, назидайтесь и слава Богу за то, что мы можем об этом говорить. А плодом всего этого, конечно, должно быть желание жить по-божьему и быть как чадо Божие в мире строптивом и развращенным. Все, спасибо. Благодарим отца Андрея.